Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Филинтеев, я являюсь кандидатом экономических наук и доцентом Журайского госуниверситета. Когда меня пригласили выступить на парилке Гутенберга, я долго думал, о чем можно поговорить в плане экономики. Поскольку тема моего исследования очень узкая, по логистике, конвированию потоков транспортно-логистических, я решил взять более общую тему, связанную с экономикой. Эта тема касается нас с вами. Поэтому начнем. Ну, первое, прежде чем начать, я хочу остановиться на нескольких моментах. 20-й век, 21-й век, он полон различных всяких экономических кризисов. И многие люди считают, что в этом вина экономистов, людей, которые, ну, так скажем, считают деньги. Вот я хотел бы несколько вступиться за этих людей и объяснить, да, почему, в принципе, происходит кризис и почему экономика, экономисты, ну, так скажем, не всегда могут предугадывать возможные какие-то снижения, ну, экономические проблемы там, да, снижения заработков населения. Во-первых, экономика обладает различным комплексом математических методов, формул, различных показателей и так далее. Но она не стоит точна, как физика. Ну, если вы, допустим, не верите в величину ускорения свободного падения, вы можете спокойно попытаться это опровергнуть. Вы проведите опыт, и вы поймете, что все-таки она равна 9,8, по-моему, да? Вот, экономика не столь точна, в ней работают прогнозные методы. Второе, экономика подвижная прикладная наука, появляются различные инструменты, и, соответственно, экономика под них подстраивается. И третье, экономика часто переплетается со многими сферами жизни, в частности, с политикой. Ну, вот, собственно говоря, картинка, да, во всем мире, и это касается не только России, наверное, не столько России, и политические все сферы деятельности, да, они проникают в экономику, и политики принимают решения, выгодные им. Ну, они, это решения, которые эффективны в краткосрочном периоде, да, поднять пенсию, за вас проголосуют, а дальше уже там разберемся как-нибудь. Экономика, она все-таки более долгосрочная. Поэтому, вот, мы остановимся на этих ограничениях, и я попытаюсь осветить в своем докладе несколько моментов, которые не очевидны. Почему государство поступает или должно поступать именно таким образом, а не каким другим? И какие ошибки может совершать государство? Или наоборот, как правильно действовать? Но прежде я хотел бы спросить, среди вас много экономистов? Ну, вы можете, да, поднять руку. Кто изучает экономику, либо менеджмент, маркетинг? Ну, не так много. Это хорошо. Первый вопрос, который я хотел бы затронуть, минимальный размер охвата труда. Он, ну, мы все работаем, да, мы получаем деньги, и нам нужны какие-то гарантии. В 1970 году Международная коммерция ООН приняла такое положение о введении единой величины минимального размера оплаты труда в государстве. Вот на слайде представлены некоторые суммы в Российской Федерации в традиционных рублях. Все 100 тысяч – это минимальный размер оплаты труда. Он может быть выше в регионах, но не может быть ниже. В остальных государствах, как правило, идет расчет в час. И вот есть такое мнение, что минимальный размер оплаты труда, в принципе, вас никак не защищает. Он не помогает нам, вот как обычным гражданам, становиться богаче. Давайте посмотрим, почему. Рассмотрим несколько вариантов. Ну, прежде всего стоит сказать, что труд – это такой же товар. Вы, когда устраиваетесь на работу, вы продаете свое время, свои знания, поэтому его можно описать самым простым графиком в экономике – кривой сброса и предложения. То есть в середине находится равновесный объем и равновесная стоимость труда. Это называется средняя заработная плата. Она может быть, в принципе, по отрасли, по профессии, либо общей по стране. Теперь представим себе, что государство решило позаботиться о своих гражданах и устанавливает минимальный размер оплаты труда. Что будет, если этот установленный закон о минимальном размере оплаты труда окажется ниже, чем средняя заработная плата? Что будет? Ну, да, вы молчите, потому что ничего не будет. То есть мы будем с вами получать также ту же самую зарплату, что их получали раньше, но потому что наша средняя зарплата, вы не пойдете за меньшие деньги работать, чем требует от этого рынок. Поэтому ничего не изменится. Представим себе обратный вариант, который характерен для некоторых стран Европы. Он характерен для развитых стран, в первую очередь. Государство устанавливает единый размер заработной платы, который превышает среднюю заработную плату. Что может произойти? Вот здесь я на слайде представил некоторые варианты. Представьте, разу эту страну. Вы окончили свою специальность, хотите устроиться на работу. Вы устраиваете работодателя, вы договариваетесь о зарплате, а потом оказывается, что зарплата должна быть выше, чем он вам предлагает. Хотя бы согласно работать за меньшую сумму, работодатель согласен. И работодатель вас просто не может взять. Чем это грозит? Это грозит безработицей, снижением эффективности работы предприятий. Представим второй вариант. Работодатель все-таки вас берет. Что происходит в этот момент? Он набирает сотрудников, да, и платит им зарплату, которую он должен платить, а не которую он может платить. Разумеется, растет себестоимость товаров, услуг и так далее. Если она растет, значит у нас что происходит? Инфляция. И третий вариант. Он характерен для рынков некоторых стран Восточной Европы. Это черный рынок рабочей силы, ну теневое устройство. Исходя из этого, можно сказать, что вопрос о минимальном размере и оплате труда, его необходимости остается дискуссионным. Вот. Ну, Россия, как вы думаете, в какой из этих ситуаций находится? В какой? В первой? Нет, в первой. У нас заработок, у нас мрот невысокий просто. То есть, средний заработной плат у нас выше, чем то, что нам говорит государство. То есть, если вы пойдете работать 168 часов в месяц на работу, то вам, скорее всего, будет платить больше, чем 7500. Следующий такой вопрос насущный, его часто трактуют неправильно. Кто платит налог в цене товара? Только лишь покупатель, да? Когда государство вводит какие-то налоги, соответственно, растет стоимость этого товара. Но это кажется логично, да? То есть, ну, кто будет платить налог в конечном счете? Считается, что платит конечный потребитель. Так ли это на самом деле? Разберем на простом примере. На акцизах. Я долго думал, ну, как можно как можно характеризовать акциз? Что это такое? Самое простое пределение, акциз, это просто налог на потребление. Он вводится государством для сбора в бюджет, либо для снижения потребления какой-либо продукции. Ну, допустим, считается, что акциз на сигареты снижает, увеличивает стоимость сигарет и снижает их потребление. А вот в Венгрии, допустим, есть акциз на газировку. Чтобы они борются с ожирением, таким образом, газировка дороже, а акциз, который получает государство, он уходит в Министерство здравоохранения. Вот, акциз в России распространяется на алкоголь, спирт, транспортные средства, бензин, керосин, моторные масла и некоторые исходные категории. Вот здесь я привел небольшой пример с тем, как распределяется время акциза. А время акциза – это то, что мы, скажем, теряем, да? Который, время акциза, который входит в тот товар, который мы потребляем. Я взял простой пример – это бензин. Вот в первом случае у нас нет акциза. Я максимально упростил пример. То есть у нас есть три участника рынка государства, один производитель бензина и один потребитель бензина. И все. Что получается? Производится бензин по 15 рублей, продается по 20. Прибыль с одного литра – 5 рублей у производителя и наценка 33%. Государство вводит акциз в размере 10 рублей за 1 литр. Соответственно, себестоимость у нас стоит 25 рублей. Чтобы сохранить примерную наценку, производитель бензина, по идее, должен продавать по 33 рубля, чтобы наценить 33%. Но она продает по 28 рублей, даже не по 30. 28 рублей – это оптимальная цена, это равновесная цена, при которой продажа бензина будет максимальной. Производитель не может повышать на ту же сумму товар, на которую повысился акциз. В итоге получается, что прибыль с одного литра у производителя равняется всего 3 рубля. А наценка на один литр равняется 10%. Таким образом, если государство ввело акциз в 10 рублей на один литр, 2 рубля заплатил продавец и 8 рублей заплатил потребитель. Это, конечно, максимально упрощенный пример, но он позволяет объяснить нам то, что когда вводится какой-то дополнительный налог, страдает не только мы, как потребители товара, на который вводится акциз или другой налог, но и страдает сам производитель. Потому что он либо должен повысить цену на эту сумму, но он не сможет тогда продавать этот товар, точнее, он будет продавать меньше, либо он просто сокращает свою прибыль в нем. Вот такой вывод. Следующий насущный вопрос. Как государству надо поступать в случае экономических кризисов? Ну, представим... Ну, хотя нам не сложно представить, да, что экономический кризис. Потому что, ну вот, я родился в 87-м году, я помню кризис 98-го года. Я не помню кризис там, вот, когда был развал СССР, его маленький. Но я помню 98-й год, то 2008-й год, сейчас вот еще один кризис. Вот. И представим, что у государства есть деньги на то, чтобы стимулировать экономику расти дальше, или хотя бы перестать падать. И в общем виде можно выделить два основных способа разбойной экономики. Потому что любой кризис, любая стагнация, это когда начинают меньше производить, меньше покупать. То есть сокращается количество денег в обращении. Людям не на что покупать товары. Либо они не хотят покупать, они боятся, они откладывают. Государство есть два способа помочь населению. Два основных. Первый – это инфраструктурные проекты, госзакупки. То есть государство, вот у него есть деньги, государство начинает строить мосты, дома, больницы и так далее. Второй способ – это раздача денег нуждающимся. Это могут быть пособия по безработице, это могут быть повышения пенсии, помощь малоимущим, многодетным и так далее. Ну вот здесь самый простой пример. Я выбрал между двумя простыми способами. Первый – это построить мост. Второй – это помочь людям. У каждого из этих способов есть свои преимущества. Когда вы государству в кризис тратите деньги на инфраструктуру, что получается? Во-первых, идет активное развитие инфраструктуры, развитие экономики, потому что мы получаем те же самые современные мосты, больницы и так далее. Происходит целевое расходование денежных средств. Деньги тратятся туда, где они должны быть потрачены. И происходит снижение безработицы. Ну, кто-то может сказать примеры из истории, когда вот этот метод использовался? Да, все правильно. Первая основа – это Великая депрессия в США, которая началась с 1929 года и длилась почти до конца 30-х годов. Государство американское, и не только, кстати, активно стало вкладывать оставшиеся денежные средства в развитие тех же дорог, развязок. Частично по этой же причине появились автобаны Германии. То есть этот способ является эффективным, потому что прошло сколько? 80 лет, и эти инфраструктурные объекты, они до сих пор приносят пользу обществу. Второй способ – это раздать деньги нуждающимся. Преимущество – адресная помощь. Мы даем тем, кому надо. Это нравится людям. То есть, соответственно, это нравится политикам. Это популистские решения. Когда вы начинаете, ну вот вы политик, вы начинаете строить мост. Вас начинают спрашивать, зачем мост, людям там есть нечего. Ну, сложно объяснить, что это безработица. А когда вы говорите, вот, деньги там есть, ну, это, конечно, не нынешняя ситуация наша, да, но мы вот будем помогать, то это нравится людям и повышает рейтинг политиков. Это быстрая помощь. Мост будет строиться долго, люди получат деньги сейчас. Теперь, почему же все-таки мост, вроде как, считается более эффективным средством разгона экономики? Здесь ответ лежит в таких понятиях, как мультипликатор и склонность к потреблению. Дело в том, что деньги, брошенные в экономику, они начинают размножаться. Если вы вбрасываете какую-то сумму в экономику, в конечном итоге экономика вырастает на большую сумму. Но как это посчитать? Для этого используется достаточно такой, ну, он теоретический, да, он прогнозный инструмент, как маржинальная склонность к потреблению. Что это значит? Вот у нас надо на 60%. Это значит, что если вы раздаете деньги населению, 60% этих денег будет потрачено сразу. 40% уйдет на сохранение. Вот чем больше денег будет потрачено сразу, тем лучше для экономики. Потому что вы собираете крохи со своего бюджета, да, там, раздаете населению, а народ их не тратит в магазине. Экономика, она растет медленнее. Вот с помощью этой цифры можно посчитать, сколько денег будет создано, вложив 1 млрд рублей в экономику. Вот первый способ строительства мостов. Что происходит? Ну, здесь, конечно, пример такой, несколько теоретический, потому что мы, речь идет о совершенно справедливых, честных, государственных закупках, когда нету завышения цен на строительство. Когда вы вкладываете 1 млрд рублей в строительство моста, этот млрд расходуется полностью. Он уходит на что? Вы даете деньги этот млрд компании, которая строит мост. Она заказывает товары у подрядчиков, платит зарплату, распределяет прибыль у акционеров. И эти деньги идут дальше работать. То есть вы потратили млрд. Этот млрд оказался у людей. Дальше, поскольку мы знаем, что маржинальная склонность к потреблению равна 60%, эти люди пойдут в магазин и потратят 600 млн рублей. Соответственно, деньги получат кто? Работники магазина, производители продуктов питания, водители маршруток и так далее. Получается, что в экономику был брошь миллиард, он дополнительно принес 600 млн, потому что 600 млн потратили. Дальше вот те люди, которые получили эти 600 млн, то есть продавцы магазинов и так далее, начинают тратить их дальше. И опять же, они тратят только 60%, исходя из маржинальной склонности к потреблению. Следовательно, образуется еще 480 млн. И так снижается, снижается, доходят до 2,5 млрд. А если вы, допустим, деньги отдадите нуждающимся, и при той же маржинальной склонности к потреблению, нуждающиеся сразу 400 млн отдадут в банк, положат в копилку и так далее. Соответственно, на первом уровне, вот этого деления денег, работать будет только 600 млн. рублей. Они, эти 600 млн. пойдут в магазины, там, в хозяева магазинов, работники, потратят 60% от 600 млн, что будет составлять 480 млн. и так далее. Получается, что, если мы выдаем пособие, то уровень экономики, вот же миллиард рублей, вырастает в полтора раза, на полтора миллиарда рублей. Какой из этого вывод? Когда наступают тяжелые финансовые времена для государства, государство с денежными средствами на поддержку, считается, что лучше сделать фонд строительства инфраструктуры. Ну и, конечно же, помощь наиболее остро нуждающимся своям населения. И, вот, продолжая тему финансовых кризисов, следующий вопрос, который тоже часто спрашивают, ну, почему государство не сдерживает цены на жизненно важные товары? Ну, то есть, вот, лекарства дорожают, продукты дорожают. Казалось бы, логичным было поставить определенную максимальную стоимость, максимальную наценку на товар. Такого не происходит. Ну, как правило, в России такое есть. Почему? Здесь тоже работает объем спроса и предложения. Если государство ставит максимальную планку товара выше, чем он стоит на самом деле, что происходит? Ничего. Нет, да, действительно, ничего. Допустим, государство ставит на какое-то лекарство, максимальную планку 15 рублей, а лекарство стоит 10 рублей. Ну, спасибо, что подумали о нас, да, но смысла все равно вот тут нет. А представим, что будет, если наоборот? То есть, ваше лекарство стоит 10 рублей, а государство говорит, надо продавать по 8. Здесь, возможно, несколько вариантов. Первый вариант – это дефицит товаров. Ну, пример, наверное, вы можете сами привести, да, дефицит. Где он был? Советский Союз. Советский Союз, да, действительно. Потому что, строго говоря, тот уровень зарплаты, который получали граждане, да, он не очень большой, но это была искусственная цифра. Потому что, когда есть нехватка товаров, есть два пути. Если цены контролируются, будет дефицит. Если цены не контролируются, будет рост товаров. И что удивительно, вот такое было не только в Советском Союзе, но можно привести к примеру США. В США в 73-м году был экономический кризис, энергетический кризис. Были проблемы с бензином, с нефтью. И государство поставило определенный уровень цен на бензин. Прошло 5-6 лет. Исламская революция в Иране, сверхняя проамериканского президента в Иране, была общая нестабильность, и несколько арабских стран объявили эмбарго США. То есть, они перестали поставлять нефть США. А поскольку цены на бензин были зафиксированы, произошло следующее, произошел дефицит. Ну, вот представьте себя на месте американцев. Вы слышите, что эмбарго там что-то случилось. Что вы пойти делать? Вы пойти на заправку. Надо вам, не надо, вы поедете. Значит, образовали все очереди. А когда вы едете, и ничего не знаете, ведь и очередь стоит. Ну, значит, надо бензин заправиться. Все начали покупать бензин. И надо, и не надо. И образовался дефицит. Ну, насколько я знаю, там какие-то карточки были, потом все. Но в итоге была неэффективность. Люди покупали бензин по маленькой цене. Очереди, драки, ругань, да, на заправках. И они купили, а потом кризис прошел, вот получилась неэффективность. Никто от этого не выиграл. Ни заправки, потому что они же, ну, держали на одном уровне. Никто. Второе возможное последствие ограничения цен ниже уровня, это неравновенное распределение товаров. И вот здесь я хотел бы тоже привести, к примеру, Америку. Нью-Йорк, Манхэттен. Кто-то был когда-то на Манхэттене? Хорошо. Да, мне когда-то повезло там оказаться. И первое, что вас может удивить, это экономия каждого квадратного сантиметра. То есть там кинотеатр может быть в четыре этажа высотой. Ресторан в четыре этажа высотой. Не, он небольшой, просто узкий вот такой. Почему? Очень дорогая земля. И для того, чтобы и цена на землю росла, значит, росла на строительство, на аренду, власти штата решили защитить арендаторов. Они решили устанавливать цены на сдаваемую квартиру на том уровне, на котором вы начали снимать ее. Ну, вот, например, вы приезжаете в Нью-Йорк, снимаете, допустим, на Манхэттене квартиру, апартаменты, да, и платите там тысячу долларов, допустим, в неделю. А рядом живет сосед, у которого такая же квартира, но он платит сто долларов. Почему так получается? А потом, что он десять лет назад приехал сюда, и он начал снимать ее за сто долларов. Ну, там, и здесь, может, двадцать лет. И арендодатель, он не может отказать этому соседу, да, и позвать меня. Ну, живи ты там за пятьсот долларов, он должен ему за сто долларов с ним сдавать. Вот в этом проявляется неравномерность распределения. И, соответственно, что, к чему это приводит? Помимо положительной роли для тех людей, которые живут в квартире за сто долларов, огромный негативный эффект роста стоимости недвижимости для тех, кто приехал только сейчас, потому что те не хотят свежать, им хорошо за сто долларов жить. А эти платят тысячу. Причем эта тысяча, она тоже ограничивается. То есть, кто-то может, не может найти квартиру, но готов платить больше. Но арендодатель не может выше поднять. Вот такое неравномерное распределение. Черный рынок. Эта ситуация тоже характерна для Советского Союза. Но если, допустим, товар, что десять рублей, и все его могут позволить, но его не хватает для всех. Ну, значит, я могу его продавать за 15 рублей. И поэтому во время Советского Союза, да, во времена, были люди, которые с-под полу продавали дороже. Последний негативный эффект, который может быть от ограничения предела, верхнего предела цены, это ухудшение качества товаров. Ну, вот вы продаете, допустим, таблетки. Сколько они там? Десять рублей стоит максимальная цена. У вас себестоимость на их производство там шесть рублей. Ну, вам глаз и устраивает. Потом кризисы там и цена комплектующих начинает расти. Семь рублей, восемь рублей, восемь с половиной, девять. И вы начинаете понимать, что, ну, как-то вам уже невыгодно торговать, а верхний предел цены не повышает. Что вы начнете делать? Вы начнете экономить на составляющих этих таблеток. Вот. Какой можно сделать вывод из этого? Что более эффективным средством помощи нуждающимся является не установление единой цены для всех товаров, особенно дефицитных, а помощь в виде как раз этих пособий. Продавайте товары по той цене, допустим, по которой они идут на рынке, но те, кто не могут это себе позволить, им должно как-то государство возместить те убытки. или купить. Вот. Исходя из этого, из этой же темы, небольшая подтема излишки потребителя и производителя. Фактически рыночная экономика, она представляется очень эффективный инструмент установления равновесной цены. То есть, вот вы приходите в магазин, да, и, соответственно, говорят проценты высокие там и так далее. Но каждый день мы совершаем достаточно выгодные для себя покупки. Потому что если мы приобретаем этот товар по определенной цене, значит нас устраивает эта цена. Если мы готовы купить его дороже, но он стоит столько, сколько стоит, у нас появляется излишек потребителя. Ну, к примеру, ну можно предложить пример, допустим, вот вы, очень простой пример, вы находитесь в офисе, у вас кончилась ручка, да? Вам надо срочно купить, у вас там договоры подписать не может. Вы бежите в рост печати, вы там готовы, ну сколько займет, там 100 рублей, 200 отдать. А вы приходите, она стоит 10 рублей. И получается вот эти 100 рублей, 190, которые вы готовы были потратить, это ваш излишек потребителя. Вот я недавно ходил в аптеку, я надо было купить одно лекарство. Я думал, оно там стоит 350, может даже 500 рублей. Я готовился потерять эти деньги. И когда я подошел, подошла очередь в аптеку, это лекарство стоило 100 рублей. А когда я его попросил, оно оказалось 50 стоит, потому что 100 рублей стоила пачка большая. И мне еще дали там карточку, бонусы специально, я купил за 40 рублей. Я готов был купить его за 350 рублей. Я уже оплакал эти деньги, там, да, понял, что они ушли от меня. Но когда я пришел, получилось так, что я его за 40 рублей купил. И в данном случае вот это 300 рублей, да, 310 рублей, это мой излишек потребителя. Я готов был потратить 350, привык, потому что уже готов настроился, но я потратил за 40 рублей. Купил лекарство за 40 рублей. То же самое у производителей. Производитель или продавец готов продавать ручку, допустим, за 7 рублей. Там в эти 7 рублей будет включена себестоимость, там даже прибыль какая-то. А вот вы приходите, вы покупаете за 10. Ну, вот так равновесная цена сложилась, да. Вы поставили за 10, вас вы уберут. Соответственно, эти 3 рубля, это будет излишек для производителя. Вот. Следующий вопрос. Ну, здесь особо дискуссий он не вызывает. 5, это что такое общественные блага. До этого мы рассказывали, ну, я рассказывал про частные блага. Про то, что мы потребляем и за это мы что-то платим. Та же самая ручка, лекарства, продукты питания. Но есть еще общественный багаж, которые достаются нам бесплатно. Ну, к примеру, допустим, освещение на улице, дороги, там, оборона, радио, телевидение, каналы и так далее. Мы это получаем бесплатно. Потому что, ну, мы не хватим же за это. А вот это сейчас хорошее замечание. Чем отличаются общественные блага от частных? Первый пункт. Может ли поставщик воспрепятствовать потреблению блага? У общественных благ не может. У частных может. То есть, что такое поставщик воспрепятствовать потреблению блага? Вы приходите в буфет, покупаете пирожок. Но вам пирожок никто не даст бесплатно, пока вы его не заплатите. Правильно? А общественное блага вы получите бесплатно. Допустим, я еду на машине по дороге, которая построилась на налоге. А кто-то, допустим, арендовал машину. Или просто не заплатил налог. Его же не выгонят с дороги. Он будет тоже пользоваться. Второй способ. Второй пункт, в котором отличаются частные блага и общественные, это соперничество к потреблению. Может ли одна единица блага одновременно потребляться более чем одним человеком? Когда вы покупаете пирожок в буфете, вы его ешьте сами. Либо вы его делите с кем-то. Либо вы его отдаете, но вы заплатили за него, у вас один пирожок. А общественное блага, вы его ни с кем не делите. Если вы начнете на YouTube смотреть видео, у другого пользователя оно не пропадет. Ну, поэтому, вот в этом и есть разница. Ну, я написал мимо и коляма, потому что это как раз вопрос был про налоги. В российской действительности мы до сих пор не перестроились от такого понятия, что у нас есть что-то бесплатное. Мы платим за все. И когда мы начнем это понимать, мы начнем предъявлять больше требований ко всем поставщикам этих услуг. Медицины нет бесплатной, потому что если вы работаете, вы платите отчисления в ФОКС. Если вы не работаете, да, или работаете неофициально, за вас платит государство. То же самое образование. Либо вы его платите, либо платит государство. То же самое дороги. Дороги нет с налогов. Вы можете их платить, можете не платить. Но это мимая халява. И последнее, что я хотел разобрать, это что такое ВВП. ВВП, ну вот здесь написано, рыночная стоимость всех конечных продуктов и услуг, произведенных в стране за год. Что интересно, ВВП был, вот этот сам показатель был создан где-то, по-моему, в 31-м году в США. И его автор Саймон Кузнец. Который был Семеном Кузнецов и родился в Российской империи. С начала 20-го века стало необходимым расчет благосостояния людей. Как посчитать, богатое государство или бедное, идет ли рост экономики или нет. И Саймон Кузнец, он придумал формулу, которая выводит, в принципе, вот всю, собирает полностью весь материал по тому, как работает государство, как работает его экономика, его промышленность. В основе ВВП находятся пять показателей. С потребительские расходы. Это то, что мы все покупаем в магазине. И это инвестиционные расходы. Что это такое? Это станки, это конвейеры, это здания, которые один бизнес строит для другого, чтобы тот производил какую-то товарную услугу. G, это государственные закупки. X, это экспорт. Все, что мы продаем за границу, это тоже, конечно, товар. Импорт вычитается, потому что мы купили товар, а деньги ушли. То есть импорт, это значит, мы не создаем, мы тратим. Что не включается в ВВП? В ВВП, как ни странно, не включается то, что мы привыкли считать, в нашем настоянии, например, металл, нефть, газ. Почему? Потому что оно учитывается в конечных расходах. Сейчас я вам покажу, как примерно считается ВВП. Есть несколько способов расчета ВВП. Ну, чтобы просто объяснить, как считать ВВП, можно представить, что вся экономика государства за год равняется одному произведенному автомобилю. Вот этот автомобиль стоит 1 миллион рублей, стоит в автосервисе, стоит 1 миллион рублей. Как можно посчитать ВВП? Самый простой способ – это прийти и посмотреть на ценник. Мы смотрим, автомобиль стоит миллион рублей. Второй способ предполагает то, что мы будем идти более хитрым путем. Мы будем считать добавленную стоимость на каждом из этапов. То есть, в начале была руда. Вот 100 тысяч рублей стоило добыча руды. 150 тысяч стоило производство металла из нее. 650 тысяч – изготовление автомобиля. И 100 тысяч накрутил дилерский центр. Если мы посчитаем сумму добавленной стоимости, у нас получится 1 миллион рублей. И третий способ – это факторный доход. Можно обратиться к каждому из этапов, где производился расчет, где производился автомобиль. Допустим, производство воды. И разделить эти 100 тысяч по факторам. Сколько ушло на зарплату, на аренду каких-то средств производства, на проценты банку за пользованными деньгами, на прибыль и так далее. Вот если все эти цифры сложить, допустим, взять зарплаты на всех четырех этапах, взять аренду на всех четырех этапах и так далее, получится тоже миллион рублей. Вот теперь, в принципе, почему производство руды и металла, как правило, не входит в ВВП. Потому что это не конечный продукт. Стоимость руды, добычи, стоимость производства металла, сборки автомобиля, оно входит уже в стоимость автомобиля. Чтобы не было двойного счета, включается только последняя цифра. Но руда, она входит в ВВП, если она, скажем, экспорт. Вот вы продаете другому государству руду, тогда она будет вводить в ВВП. Ну, в общем, таким образом выглядит расчет ВВП. Тремя способами. Так. Либо я что-то нажал. Все. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...